Книга «Открытым оком». Тема «Различные вопросы», том 1, вопрос 572. К какой жизненной ситуации можно отнести слова Христа? Евангелие от Матфея 7, 6. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Простому смертному грешному человеку очень непросто с первой встречи определить, кто перед ним. Самые великие святые жестоко ошибались в тех, кому доверяли безраздельно. Чужая душа потемки. Длительные беседы, разговор по слову Божию помогают разъяснить это и узнать, кто перед тобой. Хулитель, отступник или любопытный совопросник. Определить, кто перед вами, овца или волк, поможет только Бог. Толкователи Библии псами называют язычников, враждебных Христу, а свиньями – христиан, живущих в скверне. Ни тем, ни другим, когда они отвергают Слово Божие, не следует давать божественное сокровище. Евангелие от Матфея, 18-17 «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». С первого раза трудно определить, кто перед тобой, но когда узнаешь, что он извращает священное Писание и насмехается над истиной, то умолкни и ни слова из Библии ему не говори. Книга Притчей, 9-7-8 «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Книга Притчей, 21-24 «Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости». Книга Притчей, 22-10 «Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань». Притча, 24-9 «Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей».